Ну и как же выглядит инвестиционный портфель? Здесь изображен тот инвестиционный портфель, который мы у себя в семье применяем. По большому счету, это тот инвестиционный портфель, который вам предложит любой финансовый консультант. Единственное, что может отличаться процентовка вот это, да, то есть кто-то где-то больше вкладывает, кто-то меньше. Вот я сейчас расскажу, почему именно так. Финансовая защита, что это такое? Это страхование жизни. Сейчас мы с вами на нем подробнее остановимся. Так, это пять секторов. Это финансовая защита, бизнес, недвижимость, долгосрочные инвестиционные счета и краткосрочные счета. Бизнес, недвижимость, долгосрочные инвестиционные счета, краткосрочные счета. На каждом секторе сейчас поподробнее остановимся, да, вот такое вот процентное соотношение. Почему оно такое, да, то есть финансовая защита занимает 10% от всего портфеля. Краткосрочные счета 10%, недвижимость 15%, бизнес 20%. И здесь 45%, да, почему в настоящее время именно так, потому что, например, мы сейчас в семье поставили себе задачу с помощью этого инструмента. Да, здесь может доходность доходить до 20% годовых, создать большой-большой капитал. Долгосрочные инвестиционные счета. Только с помощью этого сектора на сегодняшний день можно в инвестициях создать капитал, большой капитал. То есть мы не можем это сделать ни в бизнесе, да, мы можем там только зарабатывать деньги, если мы их просто будем откладывать, они у нас не будут приумножаться. Мы не можем это сделать с помощью недвижимости. Поговорим, почему это так, да. Здесь у нас риски очень большие, ну, а это совсем другое, да. Это вообще инвестиция постольку-поскольку, это больше такая защита, да. Почему я ее сюда поместила, потому что это основа любого финансового портфеля. Итак, почему это так? Страхование жизни по праву считается основой финансового планирования. Иногда у нас доходит до абсурда. Представьте, едет машина, да, она застрахована, а человек в ней нет. Мы страхуем свою недвижимость, да, у нас дом застрахован, а человек в ней, который живет, не застрахован. То есть это абсурдная ситуация. Почему? Потому что у нас в какой-то момент, все мы не будем жить вечно, да, в какой-то момент нам все это может просто не пригодиться, потому что случается какой-то случай непредвиденный, и все, грубо говоря, да. Так вот, что же такое страхование жизни, да, его целью является обеспечение экономической защиты против потерь, которые могут быть вызваны случайным происшествием или событием. То есть мы защищаемся от какой-либо случайности. Но мы говорим, по большей части, об уходе из жизни, конечно же. Другими словами, страхование еще называют финансовой формулой любви. Почему ее так называют? Страхование – это тогда, когда, ну вы понимаете, да, что смысл страхования жизни. То есть что-то случается с кормильцем семьи, и при уходе его из жизни, его семья получает какую-то сумму денег, выплату. Да, то есть получается, что он позаботился о своих близких не только в течение своей жизни, но и даже тогда, когда человек умер. Да, такая финансовая формула любви. Это как раз и есть страхование. Кроме того, с помощью страхования рост черком пера можно оставить очень большой капитал, очень большой наследственный капитал. Сегодня есть такие возможности в мире, и, конечно же, весь передовой мир этим пользуется очень активно. Например, на территории США 96% людей имеют полис страхования, потому что они не могут даже устроиться на работу, не имея такой полис. То же самое мы говорим о Западе. Итак, какое же бывает страхование? Да, вот литвой вопрос, типы контрактов страхования жизни. Срочное страхование. Это такой контракт, который защищает человека на определенный период времени и выплачивает страховую сумму только в случае смерти в течение этого периода. Вот здесь представлен график, да, схематично. Допустим, человек застрахован на 250 тысяч долларов, и он застрахован на срок 20 лет, с 35 лет до 55 лет. Если с человеком случается такой несчастный случай, да, то есть он уходит из жизни, он получает, его родственники получают эту выплату. В случае, если он живет дальше, то выплату эту он не получает. Вот представьте, у вас 55 лет закончилась страховка. Как вы считаете, дальше мы нуждаемся в ней? Еще больше нуждаемся, потому что у нас рисков умереть, как говорится, больше. А сумма, если мы здесь вот в 55 лет, если мы пойдем страховаться, сумма, которую мы здесь платили каждый год, она увеличится как минимум вдвое. Поэтому это очень такой неудобный вид страхования. К сожалению, вот на сегодняшний день в России у нас вот так выглядит. То это только срочное страхование предлагает. Следующий вид страхования – это пожизненное страхование. Защищает человека в течение всей его жизни с момента заключения договора. Ну вот здесь тоже есть график, да, по-другому это можно тоже изобразить. Давайте нарисуем. Допустим, мы в 35 лет решили застраховать свою жизнь. Мы ее застраховали до 100 лет, это пожизненное страхование, до 100 лет. И каждый год мы платим ежегодный взнос до 100 лет. Можно после, если хотим, то можно и после. То есть это до момента, пока мы не уйдем из жизни. Можно продлить, либо в 100 лет можно забрать всю сумму. То есть вот вы видите, как с 35 до 100 человек застрахован. Если тебе 101, значит мы, либо мы в 100 можем, ну в данном случае мы застраховали свою жизнь, например, на 250 тысяч долларов. Мы либо в 100 лет забираем 250 тысяч долларов в себе, либо мы продолжаем платить, и этот капитал получат наши наследники. Следующий вид страхования – это универсальное страхование. Оно защищает человека в течение всей его жизни с момента заключения договора и имеет накопление внутри. Допустим, мы платим там 3 тысячи долларов в страховую сумму каждый год. За 250 тысяч, конечно, 3 тысячи долларов много, ну возьмем там полмиллиона долларов, например, мы застрахованы. 3 тысячи в год платим. Из них полторы тысячи идет на оплату страховки, а полторы тысячи копятся под консервативный очень процент. То есть это примерно 4-6 процентов годовых. Да, и жизнь наша, ну универсальное страхование предлагает нам страховку примерно до 120 лет. До 120 лет, да. Вот такое универсальное страхование. В чем его преимущество перед пожизненным? То, что если мы какой-то платеж один пропустили, то у нас с накопительной части в какой-то год может оплатиться вот эта часть, да, и страховка может без платежей жить дольше. Но вот эта страховка, да, пожизненное страхование, оно за счет того, что нет накопительной части, оно дешевле, это самая дешевая страховка. И если у вас есть еще вот этот сектор, да, то есть сектор долгосрочной инвестиции, да, где у нас под 20 процентов может работать, то это может быть идеальное состояние, когда у нас есть пожизненная страховка и есть какой-то долгосрочный инвестиционный счет, да, то есть мы копим деньги по 20 процентов, жизнь наша застрахована, у нас есть наследственный капитал уже, то есть это идеальное состояние на сегодняшний день, которое есть. Вот такие типы страхования существуют на сегодняшний день. Повторюсь, что у нас в России существует только срочное страхование, поэтому рекомендую обратить внимание на зарубежные инструменты, которые есть на сегодняшний день в этой области. От чего зависит страховая премия, да, то есть это тот платеж, который мы платим каждый год? От чего она зависит? От возраста застрахованного. Соответственно, чем моложе мы застрахуемся, да, чем моложе мы будем, тем у нас платеж будет меньше. Чем старше, тем больше будет платеж. Пол застрахованного, да, ну это тоже не секрет, женщины, например, живут дольше, чем мужчины. Страховка дешевле будет, да. Состояние здоровья, естественно, да, тоже это будет влиять. Род занятий и увлечений. То есть промышленный альпинист, для него будет дороже страховка, чем для инженера, да, работающего на предприятии. Привычки. Ну, речь идет больше преимущественно о вредных привычках, да, то есть для курильщика, на секундочку, платеж будет в два раза дороже сразу. Ну, давайте посмотрим, здесь вот есть конкретный пример пожизненного страхования, да, это вот, которое здесь вот было до 100 лет. Пожизненное страхование взяли мужчину 30 лет и застраховали его на 250 тысяч долларов, да. Вот платеж ежегодно для такого мужчины, для некурящего, будет стоить 1037 долларов. То есть каждый год до 100 лет он будет платить 1037 долларов. В тот случай, когда он уйдет из жизни, его семья получает 250 тысяч долларов. Неизбежно. Если человек теряет источник дохода, у нас по российскому законодательству это первая группа инвалидности. Только в таком случае, ну, вот если мы говорим о конкретной компании, да, вот, которая, например, здесь посчитана, то до 65 лет страховой полис будет жить, и вот этот платеж будет компания платить за этого человека. Если он хочет, чтобы полис жил дальше после 65 лет, он возобновляет платежи сам. Если такой человек решит, что я хочу заплатить свою страховку за 10 лет, допустим, я не хочу за 100 лет платить. За 10 лет тогда ему в каждый год нужно будет платить по 8307 долларов. За 20 лет по 4000 долларов. И до 65 лет по 2792 доллара. Вот, пожалуйста, вот такой кейс финансовой защиты. Удачи! 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 Удачи!